Так, это у нас какое число-то было, давайте вспомним. Пятое, конечно, 5 декабря. Первая встреча прошла. Очень близко, очень у воротах. Сегодня Милена Третьяков в заявку не попадает, так что мои предположения о том, что все три встречи Милена проведет, они немножко разбились сегодня. Сегодня, ну, Карина Золотарева в воротах номер 70. У нас удаление будет у Динамо Невы за неправильную атаку соперника. Нужно уже обратно отрабатывать. 45 секунд остается у Медведец Гарипова. Ну что ж ты делаешь? Бросок мимо ворот. Вот это было опасно, вот это было неприятно. Так, ну что, Алина Гарипова, еще одна попытка здесь, да, уже решила не рисковать. Отдать шайбу ближний. А Федор... Так, не увидел я номер. Нет, Таберта Валеева, 37 номер. А вот Федорова, 47 номер, выскакила на ворота. Ближний угол надежно был закрыт Дианой Фархуддиновой. Смотрим повтор. Ну, Федорова, смотрите, здорово. Ирину Цацину обошла. Просто движением корпуса включились ноги у Виктории Федорова. И Цацину очень легко она прошла. Вылезла на ворота. И там бросок уже в ближний. Но там Диана Фархуддинова. Ну, Алена Андрющенко уже готова выходить на лед. Что она сейчас прямо и делает. Шайба белой медведицы в формате 5 на 5. Игра продолжается. С борьбы хоккеистки Динамо Невы. Классная передача вперед от Анны Шохиной. Кристина Глухарева сейчас с шайбой. Но против нее Марина Лазарева и Берта Валеева. Хорошо сыграли. Так, момент неприятный. Блокирует этот бросок Лазарева. Золотарева шайбу потеряла. Но отразила. И хорошо успели подчистить защитницы. Динамо Нева под контролем. У них шайба Андрющенко направо отдала. Хорошо, широко. И зашли в зону. Здесь Вафина. Покатила дальше на Глухареву. Но Глухарева не смогла шайбу обработать должным образом. Кулешова на левом фланге оказывается Вика. Опасно Шабалина пошла в отбор. Потеряла шайбу Екатерина Прозорова. Не рискуя через борт на Алину Матвееву. И снова Прозорова в углу площадки в своей зоне. Будет передача. Прямо в шлем передача. Ой, какой выход опасный получается. Золотарева в шпагате. Но напугала соперница. Там, наверное, не слишком это пригодилось. Кузнецова там оказалась, да, на острие атаки, мне кажется. Нет, не Кузнецова, конечно же, да. Полина Болгарева. Седьмой номер. На нее передача могла пойти. Снова проваливаются медведицы. Но как же так получается, что и не в атаке, и не дома. Но вроде бы на льду пять человек. Пять хоккеистов. Хоккеиста. Шабулина попробовала попрессинговать. Но хватило. И время отправиться на смену. Что Анастасия и сделала. Здесь у нас на дальнем борте продолжается борьба. Валеева оказывается на льду и отправляется сейчас в штрафной бокс. Хоккеистка Динамо Невы. Подножка зафиксирована. Смотрим здесь. Ну да, со всех сил тут Валееву держали. И Алсу Рахимова перед ней на линии шайбы. На хоккеистку Динамо Невы. Но тут же сориентировалась. Шайба это подработала, себе пробросила. И уже нанесла Марина бросок. Выиграно вбрасывание Берта Валеева. Валеева, бросок неплохой. Получается Лебедева и Станислава Сидоренко. Были готовы ловить отскок. Но Диана Фархудинова не дала такой роскоши. Еще раз смотрим бросок Валеевой. Фархудинова очень быстро эту шайбу накрывает. И у Братищевой не получается выиграть вбрасывание. Но хорошо поборолись хоккеистки Динамо Невы за это вбрасывание сразу же. Минута большинства уже позади у Белых Медведиц. И вообще это большинство очень и очень было неплохим. Ну, оно продолжается, да. Но я сравниваю с первым большинством. Все-таки здесь уже было два опасных момента. Два опасных броска. Счет у нас без изменений по-прежнему. Но, тем не менее, здесь совсем не кстати, конечно, проброс при игре в большинстве. И видно было, как Вика Федорова уже отправилась на смену. Но, услышав свисток, поняла, что надо бы вернуться, скорее всего. Пробросились Медведицы. Меняться нельзя. По-прежнему в штрафном боксе Ульяна Шевень. Но вчера дважды Медведицы получали возможность за всю встречу поиграть в большинстве. И оба раза удалялась Ульяна Шевень. Я не совсем понял, кто это, кто же это был. Не исключаю, что Анна Шохина была так по прическе. Ну, может быть и нет. 1-0 по-прежнему. Ну что, Валерия Зайка здесь. Ну, очень хорошо все-таки скажу, что провели большой отрезок игры в меньшинстве Белые Медведицы. Ну и во главе, конечно, этой хорошей игры стояла Карина Золотарева. Валеева не смогла четко выиграть вбрасывание. Дальше из средней зоны обратно отправила шайбу в атаку Екатерина Прозорова. И Медведица за воротами. Сидоренко здесь, конечно, нужно было заниматься бейсболом много лет, чтобы такую шайбу укоротить. Ух, момент. И хороший возникает возле ворот Медведица Оксана Братищева. Имела возможность ворот поразить, но хорошо. Браслоне выигрывает Динамо Нева. Момент неприятный. Динамо Нева атакует. Ну, вернут. Ну, возвращают себе шайбу Белые Медведицы. Здесь уже на чужой синий Станислава Сидоренко. Борется до конца, борется отчаянно. И эффективно, что самое главное, заика за воротами. Здесь, конечно, нарушения никакого нет. Попытка Динамо Невы свою атаку провести. Но близко там с Полиной Болгаревой хорошо играли. И на этом все закончилось. Лежит там Крага в зоне Динамо Невы. Кто-то из Медведец потерял линейные. И сразу же отдает ее на скамейку, как только возможность появилась. Ну, а там уж сами разбирайтесь, кто Крагу потерял. Так, еще у нас, конечно, борьба у борта. Здесь мы немножко поспорили насчет удаления. Которое было, было, ну, было зафиксировано судьями. Большой штраф получила Василиса. И, ну, наверное, да, здесь все-таки сыграло то, что... Ладно, потом об этом поговорим. Потому что Фануза Кодирова делает счет 2-0. Ну, подпровалились Медведицы здесь. Потеря за своей лицевой. Зайка за шайбу не зацепилась. Но Берта Валеева здесь тут как тут. Хорошо Алина Матвеева. Нет, да, нарушения не было. Честно столкнулись. Классный разворот. Продолжает Матвеева. Атаковать и бросок Гариповой. Но прямо соперница он пришелся. Но хорошо, Алина молодец. Сама зону закрывает. Ненадолго, а это будет проброс. Да? Ну, сейчас и клюшку заодно уберем. Момент верный был. Для того, чтобы, наконец, распечатать ворота Дианы Пахрудиновой. Четырех периодов для этого не хватило. И в пятом-то играть осталось. Ну, ладно, еще достаточно 70 с небольшим минут. Но большинство закончилось. Вот в чем дело. И вернулась налет Ксения Пономарева. Но атака Медведица продолжалась. И до сих пор продолжается хорошо здесь на Валерию Заику. Заика на обманном движении ушла от соперницы. Хорошая передача получается. И здесь... Здесь уже было вроде бы совсем здорово. Но не было броска. Момент. Здесь есть бросок у Динамо Невык. Синя Пономарев бросает возле ворота. Эта шайба проходит. И можно попытаться белым Медведицем. Сразу же в атаку перейти. Но нет. Цацена на шайбе. Первая от Цацена. Зайка. Ох, момент какой сейчас был у Медведец. Ну, а точнее у Валерии Заики. Цацена. Так, в средней зоне белые Медведицы заходят в атаку. Алина Матвеева. Алина Матвеева. Здесь неточная передача. Успевает подбить шайбу. И вернуться. И без положения вне игры. Это Фануза Кодирова. Очень классно действовала. Медведиц. У нас начался третий период. Итогом первых двух периодов. Так, посмотрите, потерял. 55 бросков по воротам у команды. Музак, если где-нибудь не дочитает, ногами дойдет и сделает. Сидоренко. Остановила соперницу. Но там дальше тяжело уже было. Вот сейчас. Может быть, Берта Валеева успеет побороться. И действительно. Валерия Заика просит передачу. Сидоренко здесь справа набрасывает на Валерию Заику. Вылетает шайба из зоны. Зацепиться за нее у Динамо Невы не получается. Валеева. Неплохо задумала, но... Заика не прочитала. А может быть, прочитала, но не хватило. Вот бросок хороший со средней дистанции. Рисковала. Алина Матвеева рванув вперед. Но риск принять. Вот у нас момент хороший. Броскомы здесь не повезло. Сдобиваете. Как хорошо Марина Лазарева сыграла. Успела догнать Анну Шохину. Подбить ей клюшку. И, в общем-то, оставить команду в игре. 40 секунд. Еще есть большинство у белых медведиц. Все, шайбу брать можно. Сменились, скажем так, с горем пополам. Но сменились. Федорова отдает на Валееву. Валеева на Федорову обратно. Ух, какую красоту девчонки делают. Это просто хорошо. Просто красиво там наблюдаю я Дениса Феногенов, конечно. Наверняка сейчас очень яркие эмоции испытывает. Вроде бы все настолько классно разыграно, но шайба в ворота не идет. Я напомню, это уже шестой период. Когда шайба не идет, в ворота и здесь. Ну как она опять туда не пошла. Две хоккеистки. Так, Динамо Нима в полном составе. Екатерина Николаева возвращается на лед. Все бывает. Все, 5 на 5, конечно, игра сейчас продолжается. Но может где-то притаилась пятая, я ее просто не увидел. Тоже может быть. Бросок со входа в зону. Фархудинова. Да, Фархудинова шайбу забирает. Смотрим дальше. Успела Прозорова оставить шайбу в зоне, забросить за ворот. Но здесь жестко, плотно. Все по правилам. Сыграли хоккеистки Динамо Невы, но тоже время. Будем смотреть, болеть и за Динамо Неву, и за Белых Медведиц, конечно же. Ну, в общем, хороший, красивый.